привет тарарам тарам тарам а может встретимся наверно нет нет письма не знаю мелодия вкрутиться в голове а всем добрый день и дом счастливая довольная нам указать я с меня собьют велосипедист почувствую дяденька едет ножки такие растопырыл я думаю у него кукуньки большие поэтому ножки держит широко погода вообще осень 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 пошла я в ремонт я не могу оставлять штаны широкие девочки спасибо вам всем за комментарии конечно всех благодарю но скажу вам одно клюш это хорошо для худых стройдах 90 60 и 90 это очень хорошо на сто тридцать пять на сто пятнадцать и сто двадцать или сто тридцать до тридцать пять на сто пятнадцать тридцать наверное это не очень хорошо будет клюш даже вообще не хорошо понимаете да у тебя и девушка высокая девушка среднего возраста метров сто семьдесят пять но при моих объемных таких объемной такой фигуре мне некуда вас поставить я бы показала бы вам вам весь рост себя я такая большая тютенька довольно таки но если еще и клёп на мне это будет пиздец поэтому я решила их все же как и говорила они очень длинные очень и буду суживать блин наверно не буду убирать может уберу посмотрим сейчас ну что-то надо сделать со штанами со штанами надо что-то сделать ветер холодный ветер ужасный с вами я багира на канале дневник багира я рассказываю про свою жизнь как я живу дышу глубоко воздухом бабуля у меня от боли ой какая пуля поднимается впереди кошмар вот все здесь что сделали с утра сделала все процедуры сама одна все сделала мне в помощь была скользящая простынь просто она прям классно помогает мне бабулю передвигать и подсовывать под нее этот простынь почему я сделала все одна чтобы попросить все сработицу чтобы она помыла пол во всей квартире я не хочу поломыть во всей квартире а так как никому мыть я родилась я рождена для любви а не для полотерки вот у меня мамочка не для этого рожала и растила я решила так я сделаю все процедуры бабуля я маленький хочу показать я вас поставлю смотрите если у меня палец чужой палисадник значит придет пиздец это наверно не увидите я вам покажу дома и это не делал тут ветер такой вы упадете и все не будет кранты и будет кранты дома свалитесь телефон разобьется и все и вот и что я хочу сказать я родилась не для полов а мне дома хватает пол мыть я решила я все сделаю все гигиенические процедуры перевязки 1 придется с работницей вымыть во всей квартире пол я думаю я правильно поступила она пришла я ее попросила она мне не отказала я говорю лена тебе все равно заниматься нечем я говорю будь добра пока я хожу по делам помой пол во всей квартире она сказала хорошо будет сделано почему я очень рада что она не отказала вот я приду я тебя отпущу своим делам пойдет она уже дальше с утра я звонила в регистратуру с 8 часов 85 я стала звонить до регистратуры я не могла дозвониться я позвонила мездрав мне сказали позвонить в приемную дали номер телефона я позвонила в приемную поликлинике потом спали мне с приема направили к зав поликлинике я не могла дозвониться у них то ли не занята ну короче то ли не занята то нет не дозвониться трубку не берут в регистратуре то же самое я позвонила опять черный мездрав и сказал сколько это может продолжаться сколько может это продолжаться говорю у меня бабушка тяжелом состоянии вы понимаете это или нет нам что умирать вдвоем или поодиночке говорю прикажете с утра в понедельник мы пережили кое-как выходные чтобы дождались понедельника утра чтобы пригласить врача чтобы была какая-то реакция у меня здрав долго не заставили ждать взяли данные и врач через 10 минут была у нас дома вот хотела положить в больницу а что в больнице если назначать например гемодиализ то что например в ее состоянии не назначат у нее хорошо выходит моча у нее нет такого чтобы она не выходила гемодиализ назначает если бы у нее вообще во моча не проходила а так у нее полный памперс знаете что больница чтобы делать только будут делать обезболивающие вот мы как бы уже хотели поехать в больницу бабули уже как бы сказал если оля будет со мной идем и ночью я соли везде сначала не соглашалась но потом подумав сказала что если можно чтобы улица она присутствовала она готовится в реанимацию положено на год я без уль в реанимацию не лягу если если готовили рядом не значит ляжем в общую палату где будет моя оля везде рядом а вот и мы как бы уже хотели ехать но когда сказали что им идеале смог не поставить тогда я сказала нам не худел все еще больницы вообще дайте нам сюда какой-нибудь обезболивающего то на два часа дня я пойду больницу рецепт выпишет на трамадон а вот сегодня я куплю я посчитала в интервете то что не надо сейчас препараты железа там а пола битте пил купить мельгаму проколоть я сказала врачу можно ли это сделать пожалуйста уже не станет вот а а зайду в аптеку куплю я покупаю мельгаму и себе еще себе куплю октавигин не надо проколуться вот как то так штанишки подошли ножки мои будут теплее светлее красоте мне сейчас самое главное найти этот ремонт одежды и короче все тут племянница вчера приезжала такая классная племянница у нее есть такая она масличка она живет тут недалеко купила дом завела скотиной вот и у шерсткой корову не это мне у шерстки или какая там короче иностранных как коровы телесауки и козы мы болтали очень долго часа 3 очень общительная женщина перенесла онкологию груди грудь отняли у меня пухшая рука неправильно сделана была операция левая но она такая жизнерадостная женщина классно мне понравилось лучше ли она позвонила сеняна приедет пройдет вкусняшки я вчера готовила очень красивая вкусная запеканка сюда я ставлю фотографию посмотрите хотел вам сделать ролик нет не буду это опять возьми вот поставлю и вот вкусно такая с яблочками у племянницы муж сразу половина запеканки короче зарубил когда я предложила он говорит это дело я люблю вот сегодня опять буду запеканку делать на боль тоже покушала у мафия короче и за раз там есть то нечего так каждому на один зубок и короче дело к ночи пойду-ка я поищу как то что мне надо я вообще хереваю вообще над ценами и в этой деревне это полный пиздец купила короче я мельгаму и активиген тоже себе вышло мне две пятьсот семьдесят но это дело не в этом не в этих ценах сейчас я скажу что хочу сказать бабуле себе бабуле купила железо или гаму тоже я был зипинчик а вот что я хочу сказать короче отдала я штаны чтобы ты хоть шить да там чуть-чуть совсем работа будет стоить 660 рублей у нас эта работа стоит рублей 200 тут 660 это блядь я не знаю это что за цены деревне меньше бар посадок целый охуенный как москве салон рядом с ремонтом одежды я говорю можно посвящен у нас все строго по записи ёб твою мама там одна предматерская такая строго по записи вы мне скажите сколько ваша стрижка стоит сушка 600 рублей а без сушки а без сушки 500 да ну его на да ну его на блять я у себя в салоне за 500 рублей мне наташа убирала брови усы и стрижку делала сейчас мы не снимаем там квартиру может быть я созвоню когда приеду приеду она на дому за 350 делает убирает брови усы и стрижку делает вот я вам рассказывала там у меня тоже ролик их есть мне очень понравилось мастер с ней познакомилась неожиданно зашла и постриглась и прям очень понравился когда она не стрижет она у меня подписчица основной канал мне очень нравится она не подходит и все такое и цена приемлемая я не буду здесь трещься я не буду здесь делать ногти может быть я просто я не знаю ногти жалко что сломается ногти мне конечно жалко а вот я уже привыкла к ногтям понимаете я уже без ногтей не могу я не могу со страшными пальцами ходить ногти может скорее всего и сделаю что я хочу вам рассказать я вам не рассказала вчера вчера когда я ходила на рынок я заходила потом в центре здесь значит это тоже в парикмахерскую хотела постричься я рассказывал нет так короче стрягут такие три или четыре барышни такие знаете какие-то криво кривые все косые такие страхолюдные короче знаете товарного вида вообще никакого нет до чтобы зайти чтобы там тебя приняли красиво выглядели какие-то коллеги вообще стрёмные стрёмные там же бульки такие стригут да сидят такие же как они сами у них клиентки и я такая спрашиваю ладно у вас есть свободный мастер да есть танька ау выходи человек за стрижку щас проходит две минуты я говорю она спать легла что ли танька выходи иду дальше смотрю еще короче дальше там один салончик а захожу находитесь в паре адвального помещения и души зал пустой никого нету блять там три-четыре места все пусто никого нет висят за место дверей там в проемах да занавески я теперь говорю здравствуйте кто-нибудь есть какая-нибудь живая душа уходит мужик из-за занавески с пузом такой она да нормально тогда охуеть не стать чё надо шоколада подъебнуться пришла что не видишь что ли не мог сразу догадаться дурак дураком ли олух царя небесного чуя пришла делать прихмакерскую пострижься да наверное чтобы но сделали прическу постригли может покрасили вот как тут не ругаться матом если тебя такие дебилы окружает кругом как я могу нормально разговаривать вы мне напишите комментарии если сука долбоебы кругом могу еще крупнее назвать вот я говорю у вас тут есть мастер есть выходит из другого косяка женщина здравствуйте здравствуйте а можно постричься у нас позже такая пиздотельная я туда вы что я смотрю охуенно очередь у вас негде месту представить блядь я хуевала да у меня сейчас клиентка подойдет на запись я говорю правда что ли она говорит да я говорю пошла ты нахуй тогда я прям так прямым текстом и сказала ей и ушла и все думаю не судьба мне в этой дыре подстригаться без стрижки я не умру вообще мало того что дыра да еще народ дебильный тупой сука пеньки такие мама не горюй а еще за стрижку таких деньги берут мама не горюй кто не хочет стрибется здесь я вообще в ахере над всем этим зоопарком в рязанской области я не привыкла к такому отношению что за куня такая блядь приходишь да как нормальный человек а тут я такой прием это нормально у вас может тоже так же у нас такого нет колхоз милле я прямо могу сказать 20 лет без урожая вот так нравится им не нравится млять это мое личное мнение как они со мной так и я все короче я запиздякалась пойду бабуля все за сандалии уколы и себе тоже а завтра возьму штанишки может покажу вам костюм пока я там вставила фотографию посмотрите в мою ватрухан запеканку и у нас сирень начинает свистеть скоро белая сирень мы с бабулей хорошо решили сделать настойки не бросать свои ножки больные всего хорошего дня погода пиздец погода просто ужас ужас да может быть мы скоро время с бабуль поедем здравствуйте детским с а в